Центры выявления способностей и ранней профориентации школьников откроют в Казахстане в следующем году. Они появятся при поддержке фонда первого президента. Кроме того, идет работа над реализацией специального центра будущих профессий. Фонд Ельбаса меняет формат работы. Об изменениях рассказал сам Нурсултан Назарбаев во время встречи с талантливой молодежью страны. Иван Тулинов расскажет подробнее. Фонд первого президента проходит масштабную трансформацию. После преобразований он сконцентрируется на образовательных проектах, социальном развитии и молодежных инициативах. Немалую роль в этом сыграет проект Ель-УМТ. Впервые Нурсултан Назарбаев презентовал его три месяца назад. Результаты ожидаются уже в следующем году. В 2020 году во всех регионах будут открыты специальные центры выявления способностей ранней профориентации школьников. В этих центрах будут применяться современные методы диагностики способностей одоронных детей на основе лучших мировых практик. Это уже в нишах. Зарбаев интеллектуальных школах уже занимается, вы знаете. В ближайшее время здесь, в столице, будет создан центр будущих профессий. Подобный центр уже работает во многих развитых странах. Вот этот искусственный интеллект 50% сегодня профессий уничтожит. Но появятся новые профессии. Какие? Вот мы должны ориентироваться на них. В фонде уверены, талантливая молодежь живет не только в крупных городах, но и в селах. Поэтому для сельских школьников будет организована специальная олимпиада. Она позволит отобрать тысячу лучших учеников, которые получат возможность продолжить обучение в школах для одаренных детей Дарын. Для этого мы запускаем специальный проект по развитию лидерских качеств, целеустремленность, а также укрепление патриотизма у подрастающего поколения. Эти программы мотивации молодых людей на саморазвитие сейчас очень популярны в мире. Новая программа поощрения молодежи будет включать в себя 7 таких направлений. Физическое развитие, развитие сильных качеств личности, чтение книг, участие в волонтерской деятельности, участие в экспедициях, походах, сохранение национального наследия и трудовая практика. Первый президент отметил, за годы независимости в стране удалось накопить критическую массу опыта и специалистов. Именно поэтому важно, чтобы настоящие профессионалы были представлены в каждой отрасли экономики. Важно, чтобы этот потенциал был использован во благо развития страны. Главные требования – это не только лучшее образование, опыт работы в ведущих компаниях, как некоторые наши друзья здесь докладывали о своих достижениях. Важно уметь работать в команде, брать ответственность за сложные задачи, доводить их до конца. Каждый отобранный по программе специалист пройдет обучение до менеджера и управление изменениями. Фактически фонд берет на себя ответственность за выдающихся представителей молодого поколения. И эта поддержка должна быть ощутима. Фонд отмечает ученых, инноваторов, деятелей культуры, разработчиков социальных проектов и одаренных детей из разных городов Казахстана с 2008 года. Уже насчитывается 287 лауреатов. Главный тренд последних лет – поощрение выдающейся молодежи в инфокоммуникационной сфере. При фонде даже создан специальный IT-совет. Вы часто говорите, а где результат? Для нас мы результатом SmartJol'ы видим привлечение венчурных инвестиций в наши стартапы. Это самая тяжелая часть. И хочу поделиться нашей первой победой. Наш стартап WunderKZ, Бахаджан Байжикенов, автор проекта «Сегодня с нами», привлек первые инвестиции от Сингапурского венчурного фонда в прошлом году. Это первый прецедент, когда мы привлекаем инвестиции из Сингапура именно в цифровую экономику страны. Молодые люди могут рассчитывать на получение образовательных стипендий и грантов, а также поддержку инновационных стартапов. Один из таких проектов завоевал первое место в международном конкурсе NASA Space Apps Challenge. Это робот-марсоход. Он способен анализировать около сотни химических реактивов, температуру, радиацию, влажность, а данные передавать на Землю. Международный акселератор Y-Combinator пригласил нас на сайтсобеседжение в акселерацию в Кременевую долину, так как спустя год у нас свыше 35 стран пользуются нашими разработками. И 80 процентов экспертов Кремния и Додолины в сфере кибербезопасности начали использовать наши алгоритмы в их проектах. То есть данная плата компьютера позволяет в 150 раз быстрее обработать данные, нежели чем последний MacBook от Apple. Проект заинтересовал первого президента Нурсултана Зарбаев, решил лично ознакомиться с разработкой. Можно посмотреть поближе. На подобных встречах молодые люди не только рассказывают о своих идеях, проводимой работе и планах на будущее, но и получают награду из рук Ельбасы. Нурсултан Назарбаев вручил сертификат на 2 миллиона тенге студенту Международного университета информационных технологий Батыру Сардабекову вместе с его наставником, тренером сборной команды Казахстана по информатике Тимирланом Сатылхановым. Учащиеся и его наставник были оценены за победу на Международной олимпиаде по информатике в Азербайджане, прошедшей в этом году. Поддержка в рамках проекта Ель Умты или других инициатив позволит придать молодым людям сил и уверенности. По мнению Нурсултана Назарбаева, участие в их реализации не только фонда, но и педагогов, представителей творческой интеллигенции и желающих казахстанцев позволит охватить еще больше талантливых людей, для которых эта поддержка может стать решающим шагом на пути к успеху. Творите, верьте в себя, верьте в себя, двигайтесь. Действительно, правильно здесь говорили. Если споткнулся, не упал, вставая, тот, кто сто раз встает, спотыкнувшись и идет дальше, тот побеждает. Иван Кулинов, Омребек Изимов. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok